МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Компьютерные игры сегодня считаются абсолютным злом. Однако некоторые специалисты считают, что их можно обратить в помощников при правильном подходе к процессу, изучая рынок симуляторов, а также защищая организм от микробов, которые в огромных количествах живут на немытых овощах и фруктах. И проводим эксперимент, выявляя плюсы и минусы разных моделей мясорубок. Увлекаясь компьютерными играми, многие, особенно дети, забывают о таком понятии, как игровая зависимость. Зачастую дело не ограничивается только домашним компьютером. Ребята все чаще посещают компьютерные залы. Сейчас летний период, в связи с каникулами детей стало больше. Приходят все равно в основном днем. Вечером у нас есть комендантский час, то есть 8 часов всех детей младше 18 лет мы отправляем домой, то есть время не продляем. В школьные дни администраторы проверяют дневник, чтобы смотреть смену в какую, ну то есть пришел ребенок после школы, или он пришел играть вместо школы. Ну в целом следим, порядок есть. Да, людей много, в принципе сейчас эта отрасль, скажем так, активно развивается. А как быть, когда дети бесконтрольное время проводят у экрана монитора, пока их родители на работе? И ведь многие игры требуют постоянных финансовых затрат. Можно ли мотивировать ребенка и внушить ему, избегая нравоучений, что это лишь пустая трата времени, здоровья и денег? То есть если он играет, уходит в спортивные игры, да, там вот в тот же футбол, там теннис, баскетбол, этот, НХЛ, то да, его можно перенаправить на то, что ты можешь так же, как в играх, так же, как звезды, которые выступают. То есть все через мотивацию, что у тебя все получится, что ты, как скажем, не бездарный. Если ребенок совмещает это, и игры, и спорт, и друзей, то в этом нет ничего страшного. А если он действительно уходит и начинает забрасывать учебу, друзей, не выходить на улицу, то да, здесь уже надо вот через всякие мотивации, что внешняя жизнь, она интереснее. Каждый год в мире выпускается большое количество игр различной тематики. От настольных логических головоломок до захватывающих имитаторов войны с 3D-графикой. Поэтому психологи рекомендуют следить за тем, во что играет ваш ребенок, и какая возрастная маркировка стоит на используемых им играх. Далеко не все компьютерные игры однозначно вредны. Например, такой жанр, как симулятор, может даже помочь с выбором будущей профессии. Благодаря таким игрушкам человек может попробовать себя в разных ролях. Только что, будучи командиром воздушного судна, я посадил авиалайнер в аэропорту Кневичи, города Владивостока. Эксперты советуют соблюдать элементарные правила при таком проведении досуга. Кресло должно быть комфортным и удобным, с наличием подлокотников. Желательно, чтобы верхняя часть монитора была расположена на уровне глаз, а дистанция от него до человека составляла расстояние вытянутой руки. Раз в час стоит делать перерывы на 20-30 минут. Соблюдение этих правил поможет сохранить здоровье и уберечься от зависимости. Лето – время изобилия. Однако многие привычные и безопасные продукты в жару могут стать злейшими врагами. Ведь это благоприятная среда для размножения и сохранения патогенных бактерий и микробов. Опасность могут представлять морепродукты, мясные изделия, салаты с майонезной заправкой, сладкое и, конечно, фрукты и овощи. Грязные руки продавцов, испортившиеся от избыточного тепла продукты, немытые или плохо вымытые овощи и фрукты содержат в себе миллионы патогенных бактерий, способных вызвать отравление различной степени тяжести. Главное в борьбе с инфекциями – тщательная гигиена. Летом мы очень много едим разных фруктов и ягод. Ну и вообще это самый главный аппарат для того, чтобы запастись витаминами. Но дело в том, что ягоды и фрукты, они же очень сладкие. И при хранении они на поверхность выделяют свою фруктозу, сахар. И это прекрасная среда для размножения бактерий, особенно кишечной палочки. И все мы знаем, что отравиться свежими фруктами и ягодами гораздо быстрее и проще, чем сырым или каким-нибудь негачественным мясом. На самом деле есть очень простая технология, которая позволит вам ягоды обеззаразить. С ягодами вам поступить следующим образом. Их нужно помыть от пыли, от песка, который она села и налипла при продаже под проточной водой, а после этого замочить ее в 10% растворе столового уксуса. И таким образом просто их обеззаразить. Так можно мыть виноград, который очень сложно помыть и обеззаразить. Да, любые ягоды и фрукты. И вы можете их кушать и быть уверенными, что с вами все будет хорошо. Здесь у меня чистая вода. Я сюда добавлю простой столовый уксус. Не берите эссенцию, потому что очень большая вероятность того, что вы перекислите, и у вас фактически ягоды начнут быстрее портиться. И вот на литр вам нужно совсем чуть-чуть, буквально там 15 мл чуть-чуть. Если вы боитесь ошибиться, вы нальете и просто попробуйте на вкус, вода должна быть чуть-чуть кисленькая. Таким образом обрабатываются все фрукты, все ягоды и все овощи. Я всегда покупаю овощи, их обрабатываю, а потом они спокойно уже помыты и лежат в холодильнике. Мой ребенок их прекрасно ест сам. Пельмени, котлеты, мясные запеканки. Конечно, очень приятно баловать близких мясными блюдами, но перемалывать гору мяса на ручной мясорубке вряд ли кому-то приносит большого удовольствия. Пора задуматься о приобретении электрического аналога. Выбор огромен. Начнем с цены. Есть экземпляры в районе двух тысяч. Есть и такие, стоимость которых доходит до десяти. Чем же они отличаются? Чем выше класс мясорубки, тем больше появляются у них дополнительные функции. Также, допустим, в комплект может идти соковыжималка для цитрусовых, соковыжималка для ягод. Самое распространенное и популярное – это шинковки. В большинстве случаев эти дополнительные гаджеты часто никто на практике и не применяет. Что касается технических характеристик, здесь важна мощность. Более мощные мясорубочки, они могут позволить себе молоть и замороженное мясо, и мясо с жилками, и даже если попадают небольшие хрящики и небольшие косточки. Но это мясорубочки, которые идут, известных брендов, от 1800 ватт, 2 киловатта. Это уже получается как полупрофессиональное. Если мясорубочки у вас идут полтора, 1600 ватт, то значит тогда это только очищенное мясо, только уже подразмороженное, и чтобы никаких пленочек не было, и в небольших количествах. Мясорубка с мощностью 1100-1300 ватт тоже справится с задачей, хотя, возможно, не так резво. Но все же главное в этом деле – детали. К примеру, у качественной мясорубки должны быть правильно заточенные ножи, которые плотно прилегают режущей поверхностью к решетке. Советую также обращать внимание на крепление шнека к вращающему механизму. Оно может быть металлическое и пластиковое. Пластик, естественно, высокопрочный, но если перегрузить мясорубку, он может сломаться. Говорят, что замена будет стоить копейки? Не верьте! Стоимость детали плюс ремонт обходится примерно в 50% стоимости самой техники. Качественная мясорубка или нет, мы сможем понять только на практике. Именно поэтому мы решили проверить два разных прибора с мощностью 1500 ватт и 1100. Мясорубки должны будут переработать ровно по одному килограмму мяса. Наша задача – проверить затраченное время и качество полученного фарша. Ровно килограмм. Приступаем. Мясорубке с мощностью 1500 ватт потребовалось более трех минут. За это же время справилась с поставленной задачей и мясорубка с мощностью 1100 ватт. Разницы мы не увидели. К тому же с жилами обе мясорубки не справились. В чем же тут дело? Желательно мясо еще использовалось, чтобы оно было немножко замороженное, чтобы оно не было такое расквашенное. Потому что когда оно замороженное, оно такое более плотное и легко попадает на винт и проворачивает и нарезает. А когда оно такое жилистое, получается тугое, оно наматывается на винт, и больше шансов, что у вас заклинит вал, потому что оно как бы обволакивает вам вал. И, соответственно, меньше у вас получается проворотов. Вот они, важные детали. Правильно размороженное мясо, обязательно небольшие кусочки, чтобы не было длинных прожилок пленок, отсутствие костей, правильное положение ножа, режущей кромкой к решетке. Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите от процесса только удовольствие. И самое главное, не забывайте читать инструкцию и условия гарантии. Правила эксплуатации еще никто не отменял. Продолжение следует...